Дети Великой Отечественной войны. Они не сражались за родину, но своими руками восстанавливали ее из руин. Воспоминаниями о годах работы, проведенных на железной дороге, поделилась ветеран труда Нина Яковлевна Вахо. Сегодня она отмечает свой 90-летний юбилей. Великая Победа ковалась не только на фронте, но и в тылу. Накануне 90-летнего юбилея ветеран труда Нина Яковлевна Вахо делится своей историей. Когда началась война, ей совсем еще девчонке пришлось работать в колхозе, наравне со взрослыми. Вместе с родителями ходили и пололи, и снопы носили, и вязали эти снопы, копешки мы складали, а уже эти стога метали, это уже взрослые, опять-таки старики, женщины. В послевоенные годы снова тяжелый и напряженный труд. Всем миром поднимали страну из руин, вспоминает Нина Яковлевна. После переезда на Кубань она устроилась на железнодорожную станцию, где и проработала 35 лет. Сначала стрелочницей, потом сигналистом. День, ночь, 48. А тогда день, ночь, день, ночь, день, ночь. Не было ни выходных, ни проходных. Все 12 часов, как заводная. Баланс, противовес, 25 килограмм весит. Вот мы и за день накидаешься хорошо или за ночь. Освещения никакого не было на станции, темнотища. Раньше работали вручную, вспоминает Нина Яковлевна. Это сейчас на железной дороге светофоры и автоматика. Фонари были какие ручные, стоят вот фонари. Этими фонарями, они керосинные лампочки там, и ими давали маневровому паровозу сигналы. Если вперед, так флажком или фонарем. Если остановку, круг. Если назад, вот так у ног, назад сигнал. Все им было по плечу. Закалка у людей того поколения железная. И вся непогода, вся наша. Все равно поезда идут, дождь, снег, ветер. Пусть хоть град, все равно работаешь. Идешь, приходишь домой. Ну я в общежитии жила. На тебе все вот так колом стоит, мокрое, все замерзло. Нина Яковлевна признается, что даже в самые трудные времена не теряла бодрости духа. Сегодня ее дом – полная чаша. Нина Яковлевна с улыбкой вспоминает, сколько сил вложили они вместе с мужем, отстраивая эти стены. И с какой радостью зимовали здесь первый год. Прямо на кухне, поближе к печке. Делали все сами. И фундамент заливали. Раньше же выкапывали траншею, туда галыши разные. Потом заливали, глину разводили. А потом фундамент. А потом уже стены саманные. Тогда на подмогу пришли коллеги-железнодорожники, добавляет Нина Яковлевна. Жили в те годы дружно. И в общежитии, когда делили на четверых одну комнату, и после. Дни рождения ни разу не справляли, даже дат не знали. А вот помочь всегда готовы. Косомер, девчата, вот так, вот так. Все пришли, сделали замес, стали мазать. И потолки накладали, и все, первую маску, все делали мне, помогали девчатам. Эти фотографии и медали – память о том времени. Непростом, но светлом. Когда было не в цене лениться или хвалиться своими заслугами. И ни у кого не возникало мысли, что можно жить по-другому. Что можно сказать «не мое дело» и остаться в стороне. Ну, куда денешься, если надо. Ну, конечно, я же говорю, вот это вот смотрела. В Ролкино-на-Целине. И Сашке говорю, я говорю, Сашка, как посмотрели, сейчас уже таких дураков нет. Как раньше было, все, я говорю, все друг другу помогали, все гуртом. Кто их заставлял сами, никто не заставлял никого. Вот такое было время. Надо, значит, надо. Секрет ее долголетия в детях, внуках и правнуках, признается Нина Яковлевна. Глядя на нее, совсем не верится, что ей сегодня уже 90. А все потому, что рядом родные люди. Их любовь и забота – лучший подарок ко дню рождения. Людмила Ватченко, Сергей Чернецов, События и люди.